отправиться на сложную, а вот может, правда нет, может еще быть на варлоке, в принципе и тот и тот вариант возможен, хотя это вообще может быть не то, это знаете скорее всего, я знаю, я знаю, это смотрите как будет, это будет пятая позиция варлок, венга кэри, санкинг отправится, санкинг как раз будет у нас саппортом, бестмастер на сложную, вот так, а, как вам, а, если я не отгадала, с меня 100 рублей, а как я отдам всем 100 рублей, черт, жалко вот нельзя спорить с аналитиками и комментатором, я бы, ух, вообще без денег, без надежды осталось, наверное, добирайте вродота Тайдхантера, про этого героя уж не буду много говорить, я думаю, да и говорить про него не так многое можно, может сформить энджентов, это плюс, не очень мобильный, это минус, ну, неплохо стоит на сложной, но самому, чтобы он убивал на сложной, ему нужна какая-то помощь, если быстро даст получить шестой ловел, то с каким-то саппортом и реведжем, то, конечно, понятное дело, что будет творить он очень много всего интересного, ну, вообще, я предполагаю, что Станкинг будет играть на Варлоке, дальше, четверка, как раз, так, четверка, ему не характерный герой, я думала, что как-то, что-то более ромящая будет, Станкинге ромить, получается, Станкинг Варлок, ему нужен такой стан, чтобы можно было станить всех, Винга, нет, ну, мне почему-то кажется, что на Винге как раз будет играть Биса, это для него, в принципе, характерно, очень интересно, кого возьмут 747, потому что как раз он является тащером этой команды, несмотря на свой, ладно, про это я чуть позже заговорю, нужен какой-то герой, много дэмэджа, много всего, такие, как, я была права, дорогие друзья, я была права, 100 рублей мне на Киеве быстро, yes, yes, я была права, отлично, вот, просто чувствую, чувствую Америку, на самом деле так и вышло, Винга будет, Кэрри, Варлок, ну, давай же, давай же, Варлок, Станкинг, чтобы, чтобы все честно, чтобы я все отгадала, да, 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 просто чувствую эту команду, я теперь должна за них болеть, вообще, серьезно, я болею за американской команды, вот, в данный случай, если обычно я очень поддерживаю Европу и наши команды, ну, из-за исключения, если бы на эти квалификации прошла империя, тогда бы я все перевернула и болела за империю, но это потому, что они мне очень близки, как люди и так далее, там мои друзья играют, поэтому, конечно, я бы за них болела, тут вопросов нет, но вообще, в принципе, я очень хочу, чтобы на американских командах выиграли европейские, потому что мне это тоже кажется нечестным и неправильным, и здесь уже играет, я вообще человек, который очень любит справедливость, по знаку Зодиака Весы, и знаете, вот я вообще не очень верю в знаки Зодиака, но в этом что-то есть, определенно, поэтому мне прям играет такое чувство справедливости, чтобы американские команды показали, что они могут что-то, тем более я за эти дни, пока разбиралась в этой американской доте, искренне полюбила, и я реально, я сейчас буду просить, чтобы мне давали американские все вот игры, если комментировать, надеюсь, что мне будут давать, потому что мне правда понравилась их дота, да, они отстают, это факт, но я всегда не болела, знаете, за фаворитов, так уж выходило, что у меня интереснее было болеть за тех, кто проигрывает, так даже интереснее, ну, когда, вы знаете, 81-20, вот ты болеешь за тех, за те 20%, ну, что же, FDL, нет, но тут я буду просто комментатором, и буду бореть за красивую игру, ага, конечно, конечно, ладно, все-все-все, пошутили и хватит, стараюсь вам поднять настроение, чтобы вам тоже было смотреть интересную американскую доту, я расскажу вам про нее обязательно, так что не переключайтесь, а наоборот, не переключайтесь, не бросайте меня, ну, пожалуйста, ладно, поехали. Ну, можно представить игроков, и давайте, кстати, наверное, так поступим. Команда FDL, американская. Одну секунду, все, простите, простите, проверка звука, а то один раз я уже забыла включить звук. Знаете, комментируешь, комментируешь игры, даже пики, это было, слава богу, на пиках, а потом, опа, звук забыла включить. Ну, а не, может, кто-то и обрадовался, может, большая часть обрадовалась, может, и никто не огорчился, ладно, не будем, не будем о плохом, представим команды, и FDL, Станкинг, капитан команды, играет у нас на Варлоке, Джаггернаут от 747, Биса, Кэрри Вэнджи Фолл Спирит, четверка играет, ну, либо Терри будем, ну, можно по имени, может, просто четверка его назвать, Станкинг, МГ Вэй, как, ну, правильно, ладно, играет на Бестмастере, кстати, вот, у него сейчас проблемы, его цепанули, и вполне вероятно, что отправится он в таверну, но четверка его сейвит, и МГ Ви выживает, выживает, отлично под сейв от Станкинга, красавчик. Ну, и команда про дота, это уже, по-моему, третья игра, которая, нет, сегодня, по-моему, только вторая игра, которая комментирует этой команды, но вообще, так вот, получилось, что очень много игр мне досталось этой команды. Кевка, Тайтхантер, Пингвинчик, в миде стоит на Дроу Рейнджер, Бивер, Зомби, Гартер, Медуза и КВМ на Вич Докторе. Эдил чувствуется в их пике, конкретно их, не знаю, стандарты, ну, в плане, помните, как я вначале еще говорила про Вингу в Кэре, то есть они придерживаются своих заготовочек, ну, посмотрим, как эти заготовочки сыграют. Тайтхантер, забрать Тайтхантера будет достаточно сложно, однако пошел Станчик от Венчфул Спирит, Кевка начинает проседать, Станкинг стопил как мог, но вот один из минусов этого героя, что Стана у него... Стана у него есть, его можно дать по всем, но, к сожалению, до шестого левела без него. Станкинг, забавный такой никнейм, я думаю, что вы все прекрасно знаете, что зовут, ну, ему этот ник дали как раз из-за того, что он, когда начал играть на... когда начал играть в Доту, он играл там... да и вообще в Продоте очень много на героев, которые станет. Ну и, кстати, по поводу этого игрока. Он очень... очень много играет вообще в Доту. Ой, подождите, а... в плане понятное дело, что все много играют, много играет в пабликах, очень любит саппорта Сайленсера, у него очень крутой Оракул, который мы увидели в бане, избавились из него, команда Продота на первой стадии, не помню. Ну, в любом случае, очень сильно на нем отыгрывает. Вообще, фарм он не забирает вообще на карте, то есть он такой нежадный саппорт, я думаю, что вы все знаете, что иногда саппорты любят, особенно те саппорты, которые до этого играли на каких-то кор... кор... ролях. А в это время... в соло. Практически. Ну, практически, это с четверки, конечно. В миде собирают дров рейнджер, помощь от Санкинга и Джиггернаут... Джиггернаут убивает дровку, но фраг как раз достался именно Санкингу. Ну, неплохо, главное, что убили дровку и... Так, что у нас, кстати, по фармам? По фармам Джиггернаут дровку опережает. Ненамного, но тем не менее, сейчас еще и в таверне бывало, тут много крипов идет. Неплохо. Ну, и пока четверка действует достаточно здорово. На топе засейвил своего мистмастера, в миде сделал ФБ, ждем от него перемещения на нижнюю линию. Предсказуемость! А сейчас, кстати, могут цепануть зомби, зомби, венка... Ну, встану. Ну, пойдут они дальше. Это было даже уже как-то достаточно... Подумала, что останется нейтралом отдаётся варлок. Есть вам не слышат Джиггернауты. Это означает, что при помощи кого-то из саппортов, желательно, конечно, именно четверку попросить, чтобы Терри помог ему расправиться еще раз с дровкой. Потому что чем больше будут убивать пингвинчика, тем выше шанс, что FDL эту игру выиграют. Так как, судя по тем играм команды Продота, которые я наблюдала, как раз пингвинчик очень много делает для своей команды, если они выигрывают. И выход от Санкинга в мид. Однако, рядом был КВМ, но засейвил. Самое главное он, в принципе, сделал. Да, он сам погиб, но самое главное, что Дроу Рейнджер выживает. Делает сюда телепорт Медуза. И как же ты его догонишь? Однако, фейзы на самом деле имеются, поэтому вполне вероятно. Но, чёрт возьми, это просто инвиз для Джиггернаута. И даже если бы за ним сейчас гнались, пытались его преследовать, скорее всего, он бы просто выжил. Потому что вряд ли бы были готовы к такому. 2.0 в пользу команды FDL. Немножко игра подуспокоилась. Ну, в принципе, она и сейчас была достаточно спокойная. Только 2 фрага у нас сделали на карте команда FDL. Хотя перемещений достаточно много. 5-й левел до сих пор у Кевки. Он, кстати, молодец, ни разу на сложной линии не умер. Ну, вот ждём 6-го левела и реведжа. Потому что с реведжем уже можно будет что-то придумывать. Даже вот если придёт зомби, вечный доктор, то вполне вероятно, что у них потом получится что-нибудь сделать. В Винге так точно. А в это время, скорее всего, будет нападение у нас на Санкинга. Ну, в принципе, здесь забрать его было бы достаточно сложно. Так как рядом находился Бестмастер. Однако Бестмастера не было маны. Да и, в принципе, у Санкинга тоже. Ну, вот вроде 3 заряда в стиках есть. Однако этого явно недостаточно. Наступает день, восьмая минута. Регенерацию находит у нас Варлок на боте. Руна Баунти достаётся Джиггернауту. 747-й чувствует себя реально здорово. У него 1 фраг, 1 ассист 40 на 10 Крипстат. А дровка 36 на 13. Одна смерть имеется. 8-й, 7-й практически на левел опережает. Омни Слэш имеется. Вот опять ждём, пока придёт мид четвёрка. Хотя в этот раз ему помощь четвёрке не понадобится. Омни Слэш и Блэйд Фьюри. Соло фраг для 747-го. Ну, как раз могу вам рассказать немножко про этого игрока. 747-й обладатель очень сложного характера. Не очень многие жалуются. Не только в пабликах и так далее. Китайского происхождения игрок. Поэтому, возможно, никнейм. Вот как раз 747-й с эфирками. Как вы знаете, многие китайские игроки так любят поступать. Но, несмотря на вот такой достаточно сильный характер. Ну, сложный, сильный. Неважно. Просто, назовём просто непростой характер. Ему очень многое прощается. Потому что, как вы видите, Соло убивает дровку. Очень хорошо фармит и так далее. То есть, скилл у него реально присутствует. И при том очень-очень сильный. Ну, что можно ещё про него интересно рассказать? Он проспал игру на квалификации на Интернашнл. На 6-й Интернашнл. Ну, я думаю, что об этом очень... Эта ситуация уже должна достаточно много говорить об этом игроке. Вообще, привёл его в американскую Доту Флафон Став. Я думаю, что вы этого игрока тоже всё прекрасно знаете. Думаю, что теперь. Давайте посмотрим по графикам, как дела. Такие небольшие отступления от игры. Рассказываем про жизни игроков. Я рада, что вы оценили. Мне приятно, что вам понравилась такая идея. 2000 по опыту преимущество команды FDL. И по золоту преимущество около 1500. Сейчас будет очень важный замес. Потому что реведж есть на Тайтхантере. И обходят у нас Венжи Фулл Спирит. Замедление. Пошёл Голем. Просто по четверым. Стан отличный от Сон Кинга. Но реведж был ещё более прекрасный. Получается, забрать Венжи Фулл Спирит. Ну и Стоун Гейз от Медузы. Размен пока 1 в 1. Кэрри на саппорта. Надо что-то сделать с Тайтхантером. Слышно, там драка разделилась. Разделилась. Пошёл Рор в Медузу. Надо убивать Гартера. У Гартала совсем не осталось сманы. Должен ещё буквально пару ударов. Под сейв от Зомби. Под хил от Зомби. Стан сейчас будет у четвёрки. И скорее всего в этот раз Медузу. Мне получится засейвить. Просто идеальный замес от команды FDL. Да, потеряли Венгу. Но она очень много всего в себе впитала. И 1 в 4 до кого угодно можно было потерять за такой размен. Просто шикарная драка от команды FDL. Это ещё Омни Слэш у Джиггернаута не был потрачен. Если что. Тавр забрали. Ну, это было ожидаемо. Это вообще, в принципе, про доты делали всё правильно. Свап от Венжи Фулл Спирит. По дровке дровку надо зафокусить. Ну, ещё немножко. Отличный был Сайленс. Однако теперь дров рейнджер надо добивать под сейв. Нет, всё-таки добить её не получилось. Очень странно. Потому что дровка, она сама по себе ватная. Определённо тут с маной были проблемы. Ребят, не хватило чего-то. Тайд Хантер без ревельджа. О, Варлок забирает дров рейнджер. Не успела. Посмотрите, сколько дров рейнджер не успела дойти до базы. Ладно, в любом случае стоит тамба. Тамбу надо добить. Рор пошёл в зомби. Отправляться в таверну также и Тайд Хантер. Свап буквально через пару секунд откуда. Если что, используют стики. Можно было бы ещё попробовать забрать зомби. Потому что он без тамбы. Но решили отойти. А зачем? Ну, даже дальше было... Не стоило ничего делать. Они забрали дровку. Они забрали Тайд Хантера. Они забрали два тавера. ФДЛ по надфорсам должны после всего, что сейчас происходило, взлететь. Идеальный замес тут. Два тавера. Ну и ещё раз дровку в придачу. Пингвинчика, как я говорила, надо убивать. Потому что именно он очень много делает у команды Продота. И пингвинчика убивает четыре раза. Отправлялся он уже в таверну. Только один фраг у команды Продота и один фраг как раз у Дроу Рейнджер. Ну, несмотря на это, вроде бы по крипам у неё всё более-менее неплохо. Но у остальной команды всё реально... Проблемы. Ну, Медуза более-менее. Она второе место по Нетворцу держит. Но посмотрите, как дела у Джаггернаута. Семь-сто. Очень круто играть в него. Четыре на четыре. В восьми из девяти фрагов он поучаствовал. И реально семьсот сорок седьмой. Не зря его, скажем так, за талант держат. И терпит его характер. Потому что пока он отыгрывает реально очень круто. В это время Продота решила, скажем так, попробовать перевернуть. Пойти на Рошана. Но у них нет никакого там Слордара, который даст минус армор и так далее. Чтобы забрать этого Рошана быстрее. И, ох, опять шикарный голем. Очень крутой реведж. Но Вич Доктор уже отправляется в таверну. Рошана забрать не получается. Без реведжа команда Продота не способна драться. И FDL сами пойдут на Рошана. С минус армором от Венжевл Спирит. С хилингвардом от Джаггернаута. Варлок, который, если что, может протанчить. Я имею ввиду голема, простите. И минус Рошана. Последний шанс команды Продота на то, чтобы что-то перевернуть. Просто тает. Просто тает. Смотрите, только в Панетворсом одна медуза, что как-то держится. Даже Варлок практически догоняет Дроу Рейнджер. Ну, это совсем плохо. Я даже не знаю, что здесь можно сделать с командой Продота, чтобы перевернуть эту игру. На самом деле смотрится так, как ничего. Потому что сейчас FDL начнут увеличивать свои преимущества. Забрали тавр миди. Остается последний внешний тавр на топе. И... Надо идти. Забирать Т2. Потом приступать к Т3. Потом к Т4. Ну и заканчивать. Джаггернаут приобрел себе Манта Стайл. Опять же, абсолютно верное решение. Дальше, я думаю, что 747-й может. Если захотят заходить на ХГ, то может что-то и для плотности. Но, скорее всего, это будет как раз даггер для мобильности. А далее уже стандартные артефакты. Я думаю, что соберет после даггера здесь либо бабочку, либо башу. Чтобы, если сам захочет инициировать вместе с Энкингом и так далее. Прыгать и убивать. То вот это такой этот билд. Если именно побоится, что все-таки может быть какой-то переворот. То бабочка смотрится круто. Потому что как раз дровка там бьет. С руки Медуза. Ну, смотрится реально здорово. Еще Эншет отдавайте, отдадим. Так и будет, так и будет. Серьезно. Кроме шуток под Минус Армором, разумеется. А в это время Вич Доктора здесь забирают. Ну, тут я вообще не знаю, как Тасварды, наверное, разбить. Очень страшно. Он понимал, на что он идет. Ну, преимущество растет и растет. Что у нас по графикам? Двенадцать тысяч по опыту. Двадцать... Так... Двенадцать тысяч. А, еще и убивает Дроу Рейнджер. Цепанули Тайтхантера. Кевка пытается сделать телепорт. И у него это выходит. Хорошо, что не давала реводж. Дроу Рейнджер отправится пятый раз в таверну. У нее на Творц уже ниже, чем у Варлока. Саппорта пятой позиции команды FDL. Ну, реально, могу похвалить Станкинга. Он здесь играет. Реально станет всех. Очень хорошие големы от него были. Ну, и вообще, в принципе, игра от всей команды смотрится. Вполне тимплейно. Станчик по Тайтхантеру. Так, он приготовляется давать, если что, реводж. На развороте у Винги имеется Аегис. Аегис, Аегис. Выбивают все-таки ей Аегис. Если что, Варлок должен подходить давать голема. Стоит здесь тамба. Голем, отлично, пошел реводж от Тайтхантера. Блейд Фьюри пытается разрушить Джекернаут Тамбу. Тамбу, получается, разрушить. Неплохой эпицентр от Санкинга. Тайтхантера добивают. Выбивают также Медузу. В таверну отправляется Дроу Рейнджер. И здесь перевернуть нереально. Я думаю, что Парадота должна это понимать. Надо писать ГГ. И Кевка со мной согласен. Good game, well played. Wicked sick на прощание от 747. Превосходная игра от команды FDL. Это была первая карта, которой именно я комментировала игру этой команды. И мне очень понравилось то, как они играют. Надеюсь, что сегодня мы еще посмотрим на их игры. Сегодня мы... Да, посмотрим. Следующий матч, который я для вас буду комментировать, это... Матч Элемент с Pro Gaming против команды Infamous. Это четвертый на сегодня матч. Ну а пока небольшой перерыв. И вернемся к вам очень-очень скоро. Не переключайтесь.